Ну что ж, привет, всем привет, с вами я Санглаф и если вы слизите на канал, то узнаете из аниматроника хотя бы немного. У меня появился двух видео. Розор у него был в марте и я, он был именно в тизере, такому сериалу Паф-Наф, которую выведем в конце мая. Из-за этого фильма, который, к сожалению, будет в будущем. Я вам говорю, к сожалению. Короче, я подумал, что надо больше времени уделять данному аниматронику, а то я делал на него дело в горы. Этот тизер, я его устарел и все, больше ничего не выпустил. Ну и пора бы его обновить. Как вы понимаете, это Бонни, потому что, во-первых, я с вами в видео так сказал, а во-вторых, его дизайн немного похож на Бонни. Ну не на обычного Бонни, а на Олд Бонни из второй части. Не точь-в-точь, но похож. Однако, повален в том, что я его не смогу уж прям обладить как. То есть, например, он не сможет им говорить, там двигаться, лететь, но, возможно, в будущем так сделаю, а тогда он так не сможет делать. Почему же? Знаете, я когда путался с этим аниматроником, я думал, что костюм самое важное, а в итоге обосрался, потому что у него даже нет, у него даже нет эндоскелета. Чтобы вы понимали, у него нет эндоскелета. То есть, самое важное это эндоскелет. В эндоскелете есть там, ну, в эндоскелете должны быть там, краски и вещи, которые помогают для передвижения. Ну, конечно, для... Короче, должен быть эндоскелет, а в эндоскелете должны быть... Остальные вещи, которые помогут роботу делать всю штуку. Там двигаться, разговаривать, петь или типа того. А на эндоскелет надевается костюм. А я даже нет эндоскелет не делал, только костюм. И то, ну, Бонни искали что-то прям похожее. То есть, я вот тут... Что вы понимали? 90-85% этого аниматроника состоит из долгой коробки с пучок оба. Это из ниндзяной коробки. Ну, то есть, это рука. Единственная коробка, которая есть в порту Кадуина Уна или его данномера. А это вообще голова из Майнкрафта. Две коробки. А это уши. Вот Бонни распечатал, так вот тупо привязал. К сожалению, вот так, да. Видимо, тут еще провода есть. И они, конечно, отрываются, потому что я их даже на скоши закреплю, эти провода. Казалось бы, все, можно забрасывать просто в проект. Нет, если я знаю, что так, я это хотел немного улучшить. Если я не смогу сделать эндоскелет, то что же я смогу ему сделать? Покрасить. Пока не шел покрасить, я смогу делать ему голову, зубы, например, и так далее. Короче, я буду улучшать силу аниматроника. И первое, что я сделаю, чтобы вы улучшили, сделаю ему краски, голову эндоскелета. Потому что он тут появляется, как вы помните. То есть, у меня башка и эндоскелет тут. А, мне спросите, из чего же был этот эндоскелет? Да. Батонная башка. Одна клюблька. Красная светящаяся глаза. И чтобы это сделать, я возьму батарейку. Сейчас скажу, ну, вернее. Плюс ГП КР-2016 ТРВ. Я оставлю на неё ссылку в описании. Чтобы вы могли, тоже я узкодновал, вернее. Ссылка в описании. Не знаю, есть ли смысл совета на светодиод. Ссылка в описании, но... Такие случаи тоже оставлю. Короче, как там мальчик поделал туториал? Надо делать батарейку, светодиод, соединяем и... Вуаля! Съедшийся глаз. И теперь... Это надо все соединить. Чем я ей буду заниматься? Как было сказано ранее, надо взять одну такую батарейку. Сейчас покажу название. Вот название. И один... Взять один такой светодиод. Соединяем и... Сейчас. Сейчас. Соединяем и его. Что получается? У него садится глаз. Чтобы не высветился глаз. Это надо соединить. Я это все... Прикреплю скотчем. Потом я тут выражу места для глаз. Ставлю их. Креплю... Эту... Эту... Лобошку... К... Олд Бонни. И тогда у него будут хотя бы освещающиеся глаза. Чем я сейчас и буду заниматься. Так, только что я вырезал скотч и присоединил батарейку к светодиоду. Теперь она может вечно светиться. Ну, может нет. Не знаю, сколько работает эта батарейка, к сожалению, потому что я даже не интересовался. Ну, короче. Теперь она светится. Теперь мне не надо держать двумя пальцами, чтобы она светилась. Теперь она полноценно может светиться. Теперь я так же поступлю со вторым глазом. Сейчас. Только что я присоединил вторую светодиод. Теперь эти две глаза. Оба светятся. Сразу их только присоединить сюда. Присоединить эту голову сюда. И будут хотя бы какие-то глаза у этого аниматроника. Тоже, я только что закончил. Я ему хоть и чироскочно присобачил глаза. Теперь у него хотя бы как-то светятся глаза. Хоть немного и странно, но всё-таки светятся. Обычно как-нибудь подлатают. Теперь моя главная задача. Ставить эти глаза сюда. И, в принципе, первое улучшение для Бонни будет закончено. Хорошо, я только что присобачил ему эту голову. И хоть она держится на скотче. И хоть она не скажет, что прям идеально подходит. Но, как по мне, она выглядит прикольно. И идеально. И не точь-в-точь, как из оригинальной части FNAF 2. Она торчит не так же, как из FNAF 2. Но и из Old Bonnie. Этот в оригинальной FNAF 2. Но, как по мне, выглядит прикольно. Так же она будет присыпать сюда зубы. Сверху провода и так далее. Как по мне, это первое улучшение. Пошло только на пользу. Главное, присыпать сюда зубы. Сверху провода. Покрасить голову. И башка точно уже будет готова. В конце я хочу так же начать делать новых работ. Не только улучшать старого и своих старых. Однако... Ну, и начинаю от новых. И тест 1 мая. То есть, в последний день мая я покажу все, что способен дан аниматроник Будли. И я выпускать еще улучшения для Бони. Я не знаю. Ну, в последнем ролике. То есть, тест 1 мая, когда я буду показывать всех своих проводов, вы точно увидите улучшение для Бони. То есть, что за долгое время с ним стало. Прямо головы, конечно. Ну что ж, на этом видео заканчивается. Вот так. К сожалению, это не сказать, что прям... Не могу сказать, что это прям большое улучшение для Бони. Однако, у него есть хотя бы голова. И это уже плюс. Особенно встречающийся. Конечно, как... Сейчас будет ли он мне мешать? Ну, очень интересно. Потому что... Ну, ведь глаза лично светятся. Но все-таки, даже если не вечные... Я смогу спокойно их заменить. У меня... Не сказать, что прям дофига батареек, но не есть. Хорошо. Вот так пока выглядит Бони. Сейчас, на данный момент, я должен улучшать Бони и создавать Фрейли. Только Фрейли мне будет необычный. И вы потом поймете, что я имею ввиду. Как-то так. Ну, пока что вот так улучшим Бони. Я делаю опрос с ее... Ну, делаю опрос сообществе. Делать ли мне еще улучшение для Бони, или нет? Если будет проголосным за то, что да, хочется видеть, я буду снимать улучшение для Бони. Если будет, что мне лучше подождать, то я покажу все улучшение только 31 мая. Вот так. Что ж, вот такой вот рот получился. Всем пока.